Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский 18 мая Дворянский поезд остается в Харбине, а наши вагоны прицепливают к воинскому артиллерийскому поезду. Это один из эшелонов Сибирского четвертого корпуса. С нами же едет дальше и Михаил Александрович Стахович. Мы очень рады такому спутнику и устраиваем его в нашем вагоне. В окнах виднеется все та же спокойная и безмолвная степь. Вспоминается что-то далекое, забытое, мирное. Детство, поездка на долгих, деревня в южных степях Новороссии. Дрофа тяжело поднималась и тянулась туда, где на горизонте, точно насторожившись, выглядывали далекие скирды. Там, в этих степях, бродили мы, маленькие дети, смотрели на проносящийся поезд, думали, мечтали, всей душой воспринимали радости бытия. Те степи остались, но дети ушли, выросли и разошлись по разным дорогам жизни. Иные степи, иная даль, чуждая, неведомая передо мной теперь, и напрасно пытливо ищешь в ней ответов на все мучительные вопросы. От Харбина к югу начинаются обработанные поля. Обработка огородная, самая тщательная, рядовая, с прополкой до последнего корешка. Осенью после уборки опять будут полоть, выдернуты злаковые корни и все снесут в компостные кучи, сперва сжигая, как топливо, это корни. Эти кучи, украшения усадьбы, стоят перед домами, черные, вонючие, и чем их больше, тем богаче владелец. От картин природы в окнах нельзя оторвать глаз. Столько манящей ласки, ниги и покоя в этом весеннем дне, в этих разбросанных рощах, далеких деревнях. Садится солнце, горят на горизонте одинокие деревья, и все новое и новое развертывается даль, и уходят поля, и сливаются там, на горизонте, с золотистой далью уже небесных полей. И так безмятежно прекрасен этот задумчивый вид догорающего дня. Станция. Серое из дикого камня здание с китайской крышей из гонта, выгнутой и приподнятой к краям. Постройки кругом. Едущий с нами пограничный офицер делает тревогу, и на выстрел в несколько минут собираются конный и пеший отряды. Пеший марширует по платформе, весь поезд высыпал и смотрит. Красавцы-артиллеристы нашего поезда, гиганты, смотрят, как усердно отбивают землю пехота из маленьких в попахах солдат и ест глазами начальства. Наш генерал выражает одобрение офицеру за быстроту, но вникает во всю постановку оборонного дела и не совсем удовлетворен ответами. Он находит, что отряд разбросан, может быть по частям отрезан и нет удобного сборного пункта. Вот эта круглая водокачка, немного увеличенная, если бы была ближе поставлена, могла бы служить прекрасной цитаделью с бойницами и со складом боевых припасов, провианта. Тут несколько человек могут как угодно отсидеться, пока придет помощь. На каждом шагу по дороге следы обороны. Часовые, будки, обнесенные кирпичной стеной с башенками по углам, с прорезями в них и стенах до стрельбы. На мостах побольше отряды в пять-шесть человек. Столбы, обмотанные соломой. На случай нападения такой столб зажигается, за ним следующий, и таким образом весть доходит до станции. — Но ведь ночью к часовому легко и подкрасться, прирезать? На днях до луны так и было. Подкрались, и часовой получил четыре ружейных раны, но они не заметили пот часового. Тот выстрелил, конный разъезд был всего в полуверсте. Прискакали, но уже никого не нашли. — Хунхузы? — Конечно. — Много их? — Сколько угодно. А население тоже готовится. И войска, и полиция увеличиваются постоянно. Вон видна деревня. В ней двадцать семь запасных. Им указан начальник, склад, где оружие лежит. — Где? — Если бы знал. Взял. — Да это все равно. Всех же складов не заберешь. Тут недалеко городок. Не имеет права держать ни одного ружья, ни одного солдата. А держит официально шестьдесят человек. А я знаю, что у них больше четырехсот. — А у вас сколько? — У меня всех сейчас пятьдесят три. Но на днях четырнадцать уйдут. — Хунхузов сколько хотите. Верс десять пятнадцать выезжайте. Конные отряды с ружьями. Встретят нас в большом количестве. Умчатся. А то отстреливаться начнут. — Ну, что и стоит их стрельба. Я помню в китайскую кампанию. — Это уже и народ другой, и ружья другие. Трехлинейные, четырехлинейные. Маузера, Винчестера. Стреляют залпами. Стойко. Отступают стройно. Может быть такой случай, что в одну прекрасную ночь по данному сигналу все эти шайки надвинутся и дороги не станет. — Может. Хуже всего, что у них и пушки. В этом городке пять пушек. — Отчего вы их не отберете? — Надо знать, где именно они. Надо иметь средства, наконец, для этого. Уж отбирать, бог с ними. Знать бы, по крайней мере. В моем распоряжении есть восемнадцать рублей в месяц на шпионов, но плохому переводчику платишь пятьдесят. Знаем, что много их. Знаем через одного князька монгольского, что проходят все к западу, к Нингуте. Но это только один князек, а остальные не наши сторонники. — Правда, что японские офицеры руководят ими? — Во всяком случае, я вам говорю, что строй у них изменился. Это уже отряды, а не сброд. Но ведь с виду китайцы такие же мирные и ласковые. Тот, который у вас в руках, тот будет и ласковый, и дураками своих обзывать. А попадитесь вы к нему в руки, он вас замучит такими муками, о которых и говорить не хочется. Или яд, или последнюю пулю в револьвере надо держать для себя на случай плена. И офицер называет несколько так замученных. Солнце село. Мягкие сумерки охватывает темной паутиной. Далекий запад, как просвет, как выход, еще горит в этом прозрачном мраке. Уже играет поход высокий статный артиллерист, высоко вверх поднята его труба, и тревожные мелодичные звуки будят тишину вечера, ароматичного весеннего вечера. Мы медленно идем к вагонам. Но если таково положение дел, то не могут же не знать его те, которые говорят, что войска достаточно. Какая же цель? Ах, дорогой мой, мягко обнимает, нагоняясь сзади, Сергей Иванович, пойдем дальше и дальше в Ляо-Ян и выбросим из головы все проклятые вопросы. Почему? Зачем? Не все ли равно теперь нам? Уподобимся матери нашей, природе, этому вечеру, этой неге, этому звенящему кузнечику. Может, озадачит, может, не обидит, ведь кузнечик скачет, а куда не видит. И Сергей Иванович смеется, а за ними все, потому что нельзя не смеяться, когда смеется он своим. Подмывающим, веселым и беспечным смехом. О чем самом деле беспокоиться, продолжает он, что будет варфоломеевская ночь, что прирежут нас? Чем мы лучше других? И что убиваться? Вы, кажется, огорчены, дорогой профессор, но что же я могу тут сделать? Если б я мог даже крикнуть так, чтобы весь мир услыхал меня, господа, соединимся в одно перед этой страшной опасностью, будем гражданами, не будем топить один другого, потому что все потонем, то ведь и тогда, зная всю подлость человеческого естества, ничего из этого не вышло бы. А если к тому же я и не могу? Кажется, поезд уже идет, а мы еще на платформе. Прыгайте же скорее, мой дорогой профессор, чтобы не случилось худшего. И будь что будет. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год